В управлении ГИБДД России по Ульяновской области сегодня шумно проходит день открытых дверей. Таким образом, управление присоединилось к российской акции «Студенческий десант». Сотрудники охраны дорожной безопасности принимают гостей студентов, возможно, будущих коллег. Сегодня двери госавтоинспекции открыты для студентов юридических факультетов, ульяновских высших учебных заведений, а также техникумов и колледжей. Сегодня наше здание посетят более 50 студентов наших учебных заведений. Главная задача – это стажировка студентов в здании ГИБДД. Вопреки мнению, что работа сотрудников этой службы в основном полевая, ребята увидели ту часть функции ГИБДД, которая не видна и о которой подчас не подозревают даже водители. Машин становится с каждым годом еще больше и больше. К каждому собственнику транспортного средства инспектора дорожно-патрульного службы не подставишь. И не посмотришь, кто как соблюдает правила дорожного движения. А это очень важно, чтобы собственники транспортных средств, участники дорожного движения, соблюдали правила дорожного движения. Это в первую очередь наша с вами безопасность и безопасность наших с вами родных, близких детей. Отдел Центра автоматической фиксации занимается данными, полученными с фотоснимков. Рассылает так называемые письма счастья. Перед тем, как назначить штраф, снимок проверяют. Автомат не всегда может правильно распознать номер. Грязь, снег могут помешать роботу прочитать его правильно. В этой части работ сотрудников напоминает момент регистрации на интернет-ресурсе. Здесь есть своя копча, рассказать которую роботу не под силу. И в деле могут быть только люди. Если в этот отдел могут входить простые смертные, то в дежурку только посвященные. В данном оперативном зале имеется специальное программное обеспечение, которое позволяет видеть обстановку, скажем так, на территории Ульянской области при помощи камер, которые работают в режиме онлайн. То есть, предметно объясню, если человек, совершивший дорожное транспортное происшествие, скрылся с места ДТП, то по вот этому программному обеспечению, специальному, по госномерам, мы определим его местоположение. Патрульные машины студенты вниманием не обделили. ДПСники с удовольствием знакомили их со своими железными друзьями. Рация, сигнал, к оборудованию, все по новому слову техники. Все для обеспечения максимально безопасных дорог. Ничего лишнего, но все необходимое на высшем уровне. На самом деле было бы интересно начать работу здесь. Что больше всего впечатлило? Ну, на самом деле, чего-то особенного такого не было, что впечатлило бы. Но в целом впечатление очень приятное. Работа, что ни говори, сложная. Причем не только физически. После тяжелых аварий, когда инспекторам приходится регистрировать смертельные случаи, нужна психологическая разрядка. Данная комната является комнатой релаксации для наших сотрудников, которая относится не только к спецроте нашей, но также и к управлению. То есть комната является свободным доступом. Каждый сотрудник может в свое время посетить дальнюю комнату. Либо кто-то может на кресле обычно подъезжать, отдохнуть. Кто-то может в той комнате у нас находится массажное кресло. Посидеть в тишине и отрешиться от проблем попробовали и студенты. Все, кому посчастливилось принять сеанс массажа в кресле, еще раз задумались о том, чтобы начать рабочую карьеру в этом учреждении. Работа нескучная и нужная обществу. Студенческие десантники уходили довольными. Павел Половов, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.